Всем привет! Меня зовут Аня. Я переезжаю из Германии обратно в Россию, чему я очень рада. Я в этом видео хочу рассказать, чем я занималась в Германии и чем собираюсь заниматься в России. По профессии я менеджер по туризму, закончила Астраханский государственный университет. Это мне ничего не дало. Я работала в России за 3500 рублей, и это очень мало. И, соответственно, работу я быстренько оставила, чтобы заниматься чем-то другим. Потом я там в разных сферах работала, но это не так интересно, в Германии. То есть мой вывод из ситуации был таков. Ну вот я приехала, и три года учиться на такие кауфрау. Кауфрау – это продавщица. Альтенфлегерин. Опять три года. То есть три года своей жизни потратить на то, чем я заниматься не хочу. Высшую учебность идея мне не светила. Мой уровень языка – B1, а нужно – C1. Я сегодня не одна, я сегодня с дочкой моей подружки. Подружка работает в Бекерайн, то есть как в булочной. И оставила мне свою дочь. Как тебя зовут? Михайс Дум? Эмилия. Эмилия. Она говорит по-польски и по-немецки, по-русски не говорит. Подружка моя – полька. И приехав, я подумала, что три года тратить слишком жирно. То есть C1, ну явно я бы не выучила. Я не такая способная видаться к языкам. И, да просто, честно говоря, не хотелось. Опять пять лет. То есть там потратить пять лет жизни, тут. Я просто думала, чем заниматься. Занималась. Брала животные передержку. Я, видишь, зуброды, я сына до вас? Окей, вы не меняете. Я приехала, мне уже было 29 лет. То есть снова пять-пять лет своей жизни тратить на всякую ерунду не хотелось. И я решила, ну так, хорошенько поразмыслить, чем мне заниматься. Времени было, наверное, достаточно. То есть я сначала там приехала от своей тетки в Польшу. Приехала, жила в одной семье. И занималась хозяйством. Ну, как можно сказать, домработница работала. Занималась. Спасибо, дедра, Таня. В момент, Эмилия. И сидела с их собаками, пока они учили в отпуск. Это было самое главное предназначение. Семья хорошая. Поработать в какое-то время я встретила своего мужа и потом переселилась к нему. И не стала складывать рождение детей, потому что мне было на тот момент уже 30 лет, наверное. Я подумала, хотела сначала строиться на работу, потом пойти в декрет. Ну, куда бы я там пошла. То есть я думаю, ну ладно, уже время подходит, надо выражать. Я тоже, наверное. Угу. Я. Ну, Дарст. И решила... А, вот я была в декрете, и у меня было много свободного времени. Подумать, чем бы я хотела заниматься. Я смотрела передачи Flip and Flop на ТЛС, и там люди занимались флиппингом. То есть перепродажи квартир, делали ремонт и перепродавали их. Я подумала, что это то, чем бы я хотела заниматься. У меня телефон почему-то по 5 минут снимает, видоса памяти не хватает. Ну, так вот. И чем бы я хотела заниматься, это передачи квартир, потому что мне нравится дизайн. Там вот в своем доме я вот так вот все оформляю. То есть мне нравится. И я говорю мужу, давай купим квартиру. Он говорит, ты не в своем уме. Потому что это не буханку хлеб купить, это квартира. И я говорю, ничего не знаю, мы покупаем квартиру. Ну, путем долгих-долгих уговоров я все-таки повлияла на него, и мы купили квартиру. Раньше это было легко. Мы пришли в банк и говорим, мы хотим купить квартиру, нам нужно потребительский рейд. Нам дали 7-7 тысяч евро. У нас был до того момента долг, где-то 27 тысяч евро. Мы ушли в минус, потому что мы делали ремонт своего дома, вот этого, которым сейчас живем, который мы сейчас продаем, чтобы ехать в Россию. И на это требовалось очень много денег. Ну, где-то, наверное, тысяч 50 мы потратили того. Ну, там, то, что заработали, там, что-то еще у нас там было. И вот ушли в минус, потому что дом пришлось ремонтировать заново. Тут жила 96-летняя бабка. Она, ну, вот ремонт был старческий, короче, бабушкин. Это был просто даже вот это. Она была, дом был просто убитый. Но он стоил дешево, по сравнению с другими ценами в Нюрнберге. Сейчас он стоит в три раза, цена возросла, после того, как мы ремонт сделали. Ну, и просто цены поднялись, и, соответственно, все поднялось. А, вот мы ушли в минус. И из этих 77 тысяч, 27, сразу можно было смело вычеркивать, квартира стоила 53 тысячи. По те времена, так же можно было купить квартиру трехкомнатную. В убитом тоже состоянии. В старом доме, в 1900-го года. Эта квартира до сих пор существует, то есть она пока наша. Сделали мы в ней ремонт на 12 тысяч, где-то так. То есть, даже, честно говоря, не помню. Нет, у нас было не 27 минус, а минус 20, так где-то. У нас вообще не осталось денег. У нас даже не осталось денег, клянусь, на хлеб, на картошку. То есть ни на что у нас не осталось денег. Осталось, у меня было, по-моему, 6 евро в кармане. Я ни сок не преувеличиваю, а у мужа ничего. И мы пошли в день и купили не хлеб, мы пошли и купили свечи, чтобы красиво расставить и сделать презентацию этой квартиры. Мы даже поехали заправляться в том машину, а запрать ее было нечем. Карточка не прошла, потому что все, мы свои деметы исчерпали. Нам пришлось оставить залог в паспорт и ехать у родителей занять. И расплатиться за бензин. Даже такой степень не находило. Ну, ладно, короче. Мы выстрелили на продажу ее, и мы ее не продали. Почему? Потому что, оказывается, у этого дома сильно текла крыша. И, то есть, я не учла, что не только стояние квартиры важно, но и стояние крыши важно тоже. Но я-то об этом не знала тогда. И, конечно, он ничего не сказал. И мы... Я тогда плохо говорила по-немецки. Я, конечно, и не задала нужных вопросов. Вообще не задала никаких вопросов. О, квартира 53 тысячи, пора покупать. Вот так мы и сделали. Короче, презентация наша не удалась. На наш показ не ушел никто. Надели мы Маклера. Он продавал, продавал. Но, опять же, за этой крыши никто ничего не купил. И Маклер нам посоветовал. Это было в декабре месяц. Поздавайте вы ее на Airbnb, эту квартиру. А как раз, ну, еще были до коронные времена. Это был был 2016 год. И в Нюрнберге проходила Вайнахсмарт, то есть Розисинская ярмарка. И вот это был отличный повод поздавать ее. Когда я разместила объявление, мгновенно пришло первое бронирование. То есть я... Продолжаем видео. Пришло первое бронирование. И я была просто в шоке, что они просто посыпались на весь декабрь. Мне это, конечно, очень понравилось. И... Ну, у нас была очень так красивая обстанена вся квартира. Но даже не были куплены чашки, ложки, вилки. И что-то я даже не подумала, что нас их нет. Мне, конечно, первый клиент, там, помню, из Америки были. И пишут, а где же, собственно, вилки. И я, блин, пошли быстренько купили вилки. И что-то заплатили там... Первый бронирование был на евро на 70, наверное. А у нас был кредит, мы должны были под открыт. То есть мы же взяли его 1050, что ли, что-то такое в месяц. И годовенно этот 1050 набралась этим бронированием. И я смотрю, она, ну, уже больше начала набираться. Я думаю, а зачем же мы, Буренка, тебя продаем? Давай мы тебя будем доить хорошенько. Мамэнт. Да. И мы как бы решили ее сдавать. И отлично бизнес пошел. Она была, не сказать, что в центре, и метро было далеко. Но, тем не менее, все отлично шло. Я подумала, она варит вторую квартиру. Но только нам уже кредит никто не давал. Уже времена изменились, и уже нельзя было брать ничего в кредит. То есть ничего никто не давал. Я говорю, ну, ладно, мы ее возьмем, как это называется, унтермиты. То есть субаренда. То есть берем чью-то квартиру. Ну, она, пускай там, так сказать, с плохеньким ремонтом. Но мы ее сделаем красиво, счет интерьера. Так мы и сделали. Это была квартира. Мас, Махстон, Эми. Была квартира, что ж, не помню какая. Трехкомнат, наверное. Короче, сначала трехкомнат, а потом четырехкомнатные. То есть пошло, пошло, пошло. Квартира уже пять набралось. Ну, Германия постаралась и ввела новый закон. Они же любят все запрещать. Новый закон о запрете посуточной аренды именно в Нюрнберге. То есть это уже действовало в Мюнхене, в Берлине потом приняли. В Регенсбурге, что-то такое еще, там в других городах. И дошло и до нас. То есть вроде хочешь чем-то заниматься, вот тебе и бизнес. Они сделали мне, конечно же, тысячу и одну преграду. То есть не разрешали вешать ящик для ключей на улице, на фасаде здания. То есть я все согласовала с хаус-вервайдингом, с домом управления. Но нет, они там были категорически против. Они даже на меня вызвали телевидение. Показать, какая я плохая, что я сдаю квартиру. Вы представляете, она сдает квартиру в нашем доме. Приехала телевидение, снимали. Там открыли люди, у меня были клиенты из Австралии. Что вот я такая-сякая. Мне тогда уже это не нравилось. Тысяча один запрет в Германии существует на это все. То есть хочет заниматься бизнесом, но тем не менее. Помимо этого налоги около 50%. Вот это мне уже перестало нравиться. Потом вышел запрет. Короче, Германия делает постоянные какие-нибудь запреты на это. Штрафы и так далее. И я просто от этого реально устала. То есть я хочу заниматься тем-то своим. И реально есть желание заниматься бизнесом, но ничего не дают. Вот эти пять квартир, которые у нас были в Нюрнберге, мы срочно начали искать. То есть я подумала. Раз в Нюрнберге запрещено, значит не запрещено. Значит не запрещено в близлежащих городках от Нюрнберга. То есть в агломерации Нюрнберга, но не в самом Нюрнберге. То есть якобы закон позволяет это делать. Ну, что сказать, назвать пять переездов. Это было очень-очень сложно. Это было затратно. Это было нужно было таскать мебель. Я таскала сама очень много мебели, покупала эти вещи. Пять квартир. Ну вот если кто переезжал, одну квартиру, посмотрите, как это было. А это пять таких. Ну ничего, справились, никуда не делись. Нашли три квартиры в одном месте и две в другом. Три квартиры вдруг в одном месте, они теперь уже отошли, потому что хозяин перепродал и он решил заниматься сам. Он купил у нас просто весь интерьер и сказал, что вот меня это устраивает. Ну и честно говоря, и меня это уже на тот момент устраивало, потому что я на тот момент уже приняла решение переезжать в Россию. Я подумала, куда я, просто кто будет заниматься моим бизнесом по уезду. С двумя квартирами еще куда-нибудь справлюсь, а с пятью уже это будет куда сложнее. Вот эти две до сих пор существуют. Одна четырехкомнатная, а другая шестикомнатная. И еще мне там подружка другую квартиру, так сказать, устроила по знакомству. Однокомнатная. Однокомнатная, как у меня с самого начала, я подумала, что однокомнатной идти не будет. Вот так она хреновенько очень идет. Потому что, как правило, Льюис снимает, если, например, трехкомнатную квартиру, трех-четырехкомнатную, это большая компания, все скинулись и заплатили. А однокомнатную, ее тяжело очень сдать, потому что, ну, если это пара, то она идет в отель, и нет, чем платить за квартиру, чтобы самим еще убираться. Однокомнатная квартира, короче, она очень плохо идет, но тем не менее она существует. Последние два месяца мы там жили беженцы из Украины. Я так считаю, что как бы, что я русская, даже ничего не говорит. Понятное дело, что, и раз я русская, то я в стране, ну, в России, само собой. И... Но это не значит, что надо украинцев там как-то ссорить нас там друг с другом. То есть вода кончится, а нужно всегда оставаться человеком. И мне вот так попросили украинцы сдать им квартиру. И я давала там само объявление, мне очень много звонило, и я сдала. Я плачу за нее за МИТУ, то есть за аренду, 660 евро. Сдала ее за тысячу. Они прошли два месяца и пришли вернуться в Украину. Это их решение. Я, в принципе, так вот, посознательно знала, что это будет. Они оказались очень хорошими людьми. Из-под Киева, две девушки с двумя детьми, с мальчиком лет 12, а другая с 8 месяцев. Ребенка мне тысячу раз спасибо сказали. Ну, реально, приятные. Люди отблагодарили мне. Бахеровочку подогнали с рюмочками в подарочной упаковке. То есть, ну, реально хорошие люди. И мы там им кроватку, когда им надо было, то для маленького дали. Ну, как, они, конечно, не взяли с собой, даже оставили коляску и сказали ванночку. Сейчас я поеду в квартиру, посмотрю. Они просили, дай вперед тебе волонтер. Ну, что, собственно, мы и сделаем для других семей. То есть... А, сейчас я нашла монтеров туда. Они, слава богу, должны сегодня вроде ехать. Они просят вместо двухспальной кровати двухъярусную кровать. Квартир идет плохо, но, тем не менее, хоть как-то идет. И я так уезжаю, поэтому мне надо как-то было от нее избавиться, сплавить ее. Поэтому я рада, пускай, за тысячу, но я не на балласте на нее отвисить. Все-таки там это в России, если там за вычетом налогов, ну, пускай евро 200 там останется. Ну, это тоже, блин. Таким курсом, конечно, маловато. Ну, да, я надеюсь, там чуть-чуть хоть подкорректируется курс. Ну, пускай там 1015 будет, и то буду рада. Ну, на дороге не валяется. И еще вот две другие квартиры. Вот, я надеюсь, их как раз перед отъездом тоже. Сейчас живет там фирма, и платят нормально. Но, к сожалению, у них контракт кончается, и они уезжают. Вот, сейчас мы едем на квартиру. Я сначала, кстати, еду отдать в турфирму паспорта на визы. То есть, они сказали, что там предложение проехать пришло. И я надеюсь, что все это получится. Фотографии. Надо фотографии для визы. И страховку. И вот я еду сейчас, отдам все. А потом мы пойдем, если успеем, с Эмми, то на квартиру. И еще мой муж должен приехать туда, вот эту кровать переделать. Потому что такие планы сегодня. Квартиру покажу, что там за квартира. Вот еще забыла добавить, что в моих планах заниматься в России тоже послушной арендой. Сейчас рынок, я понимаю, в стагнации. То есть, ничего покупать не продается. Но ничего, это когда-то кончится. И вообще флиппингом. Но я никогда ничего не загадываю. Потому что жизнь такая переменчивая штука. Говорят, расскажи Бог о своих планах. И ничего не будет. То есть, я надеюсь... То есть, плана отстроить, но можно там подкорректировать как-то. Или посуточной арендой, или флиппингом. Или... Скорее всего, я буду пока брать квартиры в субаренду. Вряд ли позволю себе купить несколько квартир. Но будем сходить с того, что есть. И вот этим я вполне уже заниматься. Москва большой регион. Сейчас, если границы закрыты, может быть, будут домики. Пользусь популярностью в Подмосковье. Может, я и так сделаю. То есть, я возьму дом. Или домик там маленький. С участком. И будут тоже давать в субаренду. Не знаю. Я не знаю. Может, что-то в России изменилось. Может, законы какие-то другие. Может, вы мне об этом скажете. Как раз постараюсь вот так работать. Ну вот, я зашла в эту квартиру, где были люди. Сейчас нужно за ней будет убирать. Двухъярусная кровать. Тут был ужасный ремонт. Мы приняли ламинат. И покрасили стены в серый. На таком темном фоне контрастнее смотрится. И цветные вещи. Ну, сейчас постель вот постелю. Застелю хорошо, красиво. Постираю все. Я послал сейчас сына моего мужа от первого брака за порошком стиральным. Этот стол мой муж делал сам. Из старых досок. У них был маленький ребенок. Они жили. Кроватку уберем. Кровать сейчас поменяем на двухъярусную. Потому что будет четыре человека. Хоть квартира маленькая, но они сами так решили. Вот стиральная машина и сушильная машина. Это нужно для того, чтобы не трокнер. Нужен для того, чтобы мы сушили сразу все белье в квартире. Чтобы не брать домой, короче, это белье. Так что в этой квартире есть еще микроволновка, чайник, кофемашина. Посуда моечная. Вся посуда есть. Короче, квартира маленькая, но в ней все есть. Вот так вот она выглядит. А другие квартиры пока не могу показать, потому что мне живут люди. Я тупо не могу туда зайти. Сейчас покажу ванну. Делали здесь плитку. Красили стены. То есть все-все-все делали. Тут, правда, беспорядок сейчас. Но все сделаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...